Товарищ президент Республики Беларусь, обстановка на государственной границе постоянного 23 января 2024 года характеризуется следующим образом. Латвийская сторона в охране государственной границы на одну со штатами подразделения Долгарского пограничного управления. На латвийском участке в 2023 году значительно возрос поток незаконной миграции, которая выражается в активности попыток выдворения мигрантов на нашу территорию. Более характерно для участков 1-й, 2-й, 4-й пограничный застав Половского пограничного отряда. Литвой государственная граница с Республикой Беларусь охраняется силами двух пограничных отрядов. Приграничная территория Литвы активно используется для дислокации подразделений вооруженных сил США и Германии. Проведение с их участием учением оперативно-тактического уровня всего в 2023 году было проведено до 12 учений. Основное место... Кроме пограничного контингента они подтянули туда вооруженные силы, и Латвия, и Литва особенно, в том числе, и иностранные. Особенно Литва, это Германия. Германия и США это преобладание контингентом. Военным надо иметь в виду и держать их, откровенно скажем, в прицеле. Если заявляли временно, сейчас постоянно танковый батальон со стороны Республики Больша, на созданном заграждении в виде забора высотой 5 метров, система видеонаблюдения противоподкопов проводит ежедневную воздушную разведку и патрулирование вдоль государственной границы. Меня информируют мои источники, в том числе и пограничники, и военные официально, о том, что этот забор против мигрантов практически не работает. Мигранты его преодолевают без проблем. Это так или нет? Президент Республики Беларусь, совершенно верно, сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь 60%, не более. Продолжение следует...